Так, сегодня я вам покажу наших богомольчиков. Как вы видите, эта штучка у нас здесь есть. Это самочка. Она отложила Атеку. Вот ее мужчина. Он жив. Смотрите какие глаза. Вот это у него глаза. Это род Рембродера. У него есть характерная особенность. Это расширенная спинка вот эта вот передняя. Вообще богомолы очень занятные существа. Он реально следит за мной. Я не знаю, видно вам на камере или нет. Это все его глаза. И куда бы я ни пошла, вот видите, он следит за мной. Самец жив. Богомолы во время спаривания поедают своих самцов. То есть самка поедает самца. Причем она может его поедать еще в тот момент, пока идет спаривание. То есть она там ему откусывает уже бошку, а он продолжает с ней спариваться. И у них это как бы считается нормальным. Самка получает тем самым питательные вещества. Ну так природа заложена. Самец и не пытается от нее... Сейчас я разверну. Ну куда ты? Самец и не пытается от нее никуда убежать. Просто так заложено. Он такой как дурень сидит и его съедают, пока он спаривается. Вот. Но когда, собственно, спаривание происходит в неволе, то обычно самца съесть не дают. То есть самки подкладывают постоянно еду. Она, пока идет спаривание, она жрет там сверчка, саранчу, что-то еще. Вот. А самец делает свое дело. Но это делается для того, чтобы спаривание точно прошло удачно. Богомолы, они хищники. Они едят сверчков, саранчу, все, что движется. Едят очень активно. У них, мне кажется, предела вообще нет. Они могут ехать каждый день. И сейчас на примере женщины я покажу, насколько крупные объекты они могут ловить. То есть сейчас я ей дам саранчу размером практически с нее и посмотрим, будет она ее ловить или нет. Хотя вчера она поела. Вы заметили, как он следит за мной? Видите, он сейчас смотрит сюда. Сейчас я сюда отойду. Чувак, я здесь. Он, видите, эти глаза, черные точечки, он перевернул сюда. То есть он конкретно смотрит. Я все это поражаюсь, сколько они здесь сидят открытые, пока мы там подготавливали все для съемки. Он сидел и все время смотрел. Отсюда будут маленькие деточки. А ты не смотришь? Тебе не интересно? Да, если посадить их вместе, на такой упорный взгляд, то самка будет и нападать на самца. Потому что, ну, ей пофигу, она крупнее. Она вечно хочет жрать. Поэтому богомолы содержатся исключительно по отдельности. У нас вот такие боксы, это под взрослых. Так вот, я уже подготовила территорию, так сказать, красивую. Богомол уже там. Сейчас мы посадим саранчу. Посмотрим, будет ли она ее есть. Саранча по размеру, если вытянет, богомол. Видите, он стоит сейчас на... О, заметила. Она стоит на своих ножках задних. Саранча просто более прижата по размеру. Они не сильно отличаются. Богомол помассивнее, но саранча тоже довольно-таки крупная. Опа. У меня фокус четко сместился. И саранча, конечно, выглядит более зловеще. По ощущению, что саранча всех тут должна как бы мочить. Но на самом деле саранча вообще безобидная насекомая. Она питается только растительностью. И ее даже кузнечик замочит. Опа. Увидела. Мимо тебя что-то прошло. Не покажу я сегодня кормления богомола саранчей. Слишком сытый богомол. Они хотят дружить. Это богомол, который хочет дружить. Ему нужен союзник, напарник. Боже мой, она у меня на руке. Смотрите, какая большая вообще женщина. Огонь. Они очень крупные. Давай иди к своим детям. Пробуем самца покормить. Хотела показать наглядно, как они едят, а она не захотела. Не голодная женщина. А ты куда это у нас собрался? Куда это вы у нас собрались? Пойдемте, я вам покажу какую красоту. Как вам идея с саранчой? Не хотите ли вы отведать еды? Я специально посадила в террариум, потому что саранча налетает и если просто поставить ее на такой пространстве, потом будем увидеть ее по всей комнате. Его очень заинтересовала саранча, но в ту сторону. Но он смущается. Видите, лапки поджал. Только стоило мне отключить телефон, и он ее схватил. В общем, вот богомол. По массе, наверное, даже самец этой саранчой, они равные. При этом он все равно ее удерживает спокойно совершенно. Долго не получалось, потому что саранча стояла на месте и не двигалась. Ну и богомол как-то не реагировал. У них поедание происходит, они тупо грызут. Нет такого, как с пауками, которые там вначале обездвиживают, там, упускают яд или что-то такое. Нет, у богомолы все просто. Они хватают и грызут. И все. Богомолы вообще не долгожители. То есть вот сейчас с самкой кокон, когда вылупятся, малыши растут приблизительно полгода до полозрелости. Потом, соответственно, идут спаривания. Самцы живут меньше просто из-за того, что их съедают самки во время спаривания. Если не съедают, естественно, живут также. Где-то месяца два-три они после этого еще живут. То есть недолго играющий вид. Не самые гуманные поедатели, потому что они не обездвиживают, не вводят никакую там жидкость, чтобы насекомое было мертвым. Они просто его держат и едят. Но при этом очень-очень сильные. То есть саранчат тоже довольно-таки сильные, но он спокойно совершенно ее удерживает и он кушает. Сколько работаю с животными, все равно у меня какие-то такие моменты прям не очень смотреть. Как-то у тех же пауков все это выглядит более гуманно, чем у богомолов. Они быстро просто заплетают и все. И как-то пауколетчик едят. Так, ну а сейчас я покажу, как, собственно, происходит более-менее стандартное кормление богомолов. Понятное дело, что саранчой мы их не кормим. У нас все богомолы едят либо тараканов, либо сверчков, что есть под рукой. Сверчка мы закупаем у компании Тирекс. Это основной корм для всех наших животных. Так, богомольчики нашего разведения сидят в таких баночках. Вон видно, сейчас покажу даже, как линька богомола выглядит. Они уже практически взрослые. Мини-богомол, такое привидение. Вот. Богомолы, я напоминаю, что хищники, они практически кидаются сразу на еду. Многих очень, после того, как я в сториз выкладывала распаковку сверчков, волновал вопрос. Будешь? Волновал вопрос, убегают ли у нас сверчки и как вообще с этим жить? Сверчки убегают. То есть, постоянно убегают сверчки. Они находят какие-то маленькие дырочки в террариумах. В принципе, при распаковке, при пересыпании, конечно, они убегают. Но у нас, собственно, отдельный дом под рептилии, поэтому для нас это не проблема. Но убежала и убежала. Ладно с ним. Сейчас я стала кормить обезьян в доме, в котором мы живем, тоже живым кормом. И вот это стало реальной проблемой, потому что во всем доме теперь орут сверчки. Они там тоже нашли, как убегать. Обезьяны частично их упустили. И, в общем, это просто жесть. Так что, я думаю, кто сталкивался с этой проблемой, в квартирах чаще всего потом сверчки здесь живут в ванной. И эти засранцы могут жить там долго, в отличие от того, если вы решите взять их и просто разводить. Он так мило это делает. Почему-то саранчей это выглядит очень грустно, а сверчком богомол выглядит очень милым. Это шкала мелоты. Я помню, Марина Роболтовская сказала про шкалу мелоты. То есть, можно показывать кормление того, кто милее выглядит. То есть, если богомол сейчас есть сверчка, богомол выглядит милее сверчка. Соответственно, на видео ругаться никто не будет. Потому что миленький богомол поедает непонятное насекомое противное. А когда богомолу будет есть, например, мышку, то уже нельзя показывать, потому что мышка милее богомола. Так что, я думаю, это видео по шкале мелоты пройдет. Богомол меня приказывает тем, что они реально очень быстро хватают. То есть, нет вот этих раздумий каких-то. Если только, конечно, объект будет крупнее, чем сам богомол, то он подзадумается. Будешь? Давай. В стойку встал. Оп, схватил. Вот и солнышко какое. Понятное дело, что когда у нас обычное кормление происходит, мы так не наблюдаем. О, он ему лапку взял. Он взял его лапку. Он хочет с ним дружить. У нас это не так происходит. Просто быстренько открывается, кидается. И дальше там богомол сам разбирается. То есть, никто спинцета не кормит. Но чтобы показать, как это выглядит. Потому что так вам просто будет неинтересно и не видно вообще, что происходит. Вот. Сейчас. Давай уезжать сюда. Хочу показать. Может, найдется какой-то богомол, который подольше постоит. Именно стойку богомола, когда он собирается напасть. Людей богомолы не кусают. Они могут чуть-чуть пощипать, но не кусаются. Так, чувак. Ты большой. Классно. Давай, покажи стойку. Ну, стойку покажи. Вот. Видите? Встал. Опа. Дай, говорит, дай. Ручками так прям берет. Богомолы, если не вдаваться в подробности, не грязи пинцет, господи. В подробности самого процесса, то, что они просто заживо едят насекомых, не умершляя их никак, то, в принципе, выглядит это все довольно-таки мило. То есть, у них вот эти ручки, которыми они прям просят, забирают у тебя все. Он тоже с ноги начал. Интересно, на руке он будет есть? Листик такой. Капочка. Ух ты, какой здоровенный уже вырос. Вообще, богомолы очень быстро растут. Просто невероятно. Ты куда пошел? На юбку? Ну, давай на юбке покормимся. Давай. Иди сюда. Сейчас будем приручать богомола. Давай. Смотри, это сверчок. Давай. Ааа, я не успела отодвинку. Дай пожрать. Он даже пинцет держит. А богомолы жруны до невозможности. Разве что ситуация с саранчой та была, что она думала брать, не брать. Но обычно, когда им предлагают что-то поесть... Кстати, вот этот сверчок не сильно прям много для него. Ему нужно парочку, наверное, таких троечку. Но даже если я завтра ему предложу, он тоже будет жрать. Мне кажется, он скорее лопнет, чем откажется от еды. Он такой милый. Видите, у него вон глазики. Насекомые идут какие-то реально не очень приятные внешне. Для меня лично в сверчке они не очень приятно внешне выглядят. Но богомолы просто потрясающе красивые. Ну, возможно, у меня предвзятое отношение к сверчкам. Я не могу с ними долго находиться. То есть я как-то, когда жила в квартире, пыталась их типа разводить. И у меня на них очень сильная аллергия была. Потом, когда уже перестала этой фигней заниматься дома, просто закупать и сразу скармливать, все это прошло. И, кстати говоря, у многих людей, кто работает со сверчком на постоянке, потом это просто разбивается. То есть, вроде как, поначалу все нормально, а потом раз и аллергия. Красиво кушает. Так, ладно. О, тоже крупный укроп на руке. Дальше уже продолжим без камеры. Это все, конечно, весело, но очень долго. На, я знаю, как тебя вымануть. У меня есть то, от чего ты не сможешь удержаться. Иди сюда. Опа, поймал. Молодец. Ну, собственно, обычно так просто закидываешь и все. Так. Собственно, вот так у нас происходит кормление богомолов. Ну, сейчас всех сверчков выпускаем. Дальше мы уже продолжим без камеры. Ну, смотри, ничего, понятное дело, просто нет смысла кормить. Это было, скорее, просто показательно для того, чтобы понять, что богомол может и размером с себя не побояться и схватить, и удержать. А так, обычно кормление происходит вот так, и, собственно, содержатся они обычно вот так, потом дальше по мере взросления и увеличения своих размеров они перетеляются в более крупные контейнеры. Если вам интересно, это богомолы нашего разведения, они продаются частично, все нам, естественно, не нужно. Прайс можно посмотреть в нашей группе ВК, я ссылку прикреплю. И ссылку на Тирекс, где мы закупаем корма, я прикреплю. У них действительно очень хорошая корма и, собственно, самые дешевые в России. Вот. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на все наши ресурсы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова